Всем приветики! Сегодня покажу вам, как в игре Spiral Knights получить шапку для Team Fortress 2. У меня она уже получена. Я уже получил. Это получается открывается достижение и в достижении мы забираем шапку. И в достижении забираем шапку. Так, что-то игра подвисает вообще жестко. Так, сейчас я открою, открою, открою свои достижения. Это... Сейчас я покажу вам достижения. Если получится, конечно. Вот. И вот оно мое достижение. Это получается Mission Accomplished. Найти, встретить свой первый Clockworks Terminal. Вот именно за эту миссию нам и дают как раз-таки шапку в игре Team Fortress 2. И чтобы ее получить, нам нужно выполнить какое-нибудь... какое-нибудь задание. Я выполнил задание в одном из этих вот компьютеров. Только было... Вот на этом первом месте была какая-то птица. Алло, почему так подвисает жестко? Вот на таком фоне белом был не лев, как сейчас нарисован, а какой-то ястреб, что-то типа такого. Ну попробуем льва. Я не знаю почему, но она у меня очень зависает при записи. Ну и вот появляется, что можно выбрать. Мы типа выбираем вот это. Ну вот просто нажимаем сюда и здесь просто нажимаем старт. Она уже выбрала Play Solo. Это, видимо, уровни, что-то такое. Волны, не знаю. Нажимаем старт. Нажимаем старт и ждем пока загрузится. Ну вот здесь уже пишет The Clockworks. Почему-то слишком громко. The Clockworks. Она так и называется. Заходим сюда. Самое интересное. Самое интересное, что игра у меня не зависала в тот момент, когда я просто играл. А когда я решил это все заснять, вот тогда начались какие-то зависания непонятные. Хотя, вроде бы их не должно быть. Вроде бы не должно быть. Но, тем не менее, они есть. И это странно. Ну ладно, ждем. Так. Вообще тихо стало. Это, видимо, UE надо убрать, а эффекты повысить. Буду стараться максимально по фасту. Это, типа, розовые котейки такие. Вон у нас замочек. Правда, куда нам надо? Наверное, не сюда, это точно. Так, там... Как-то слишком громко. Замуровали демоны. Ага. Ну вот, тут их пока не убьёшь, толку не будет. Тут именно надо всех поубивать, ну, когда дверь закрывается. Ну, в принципе, эти миссии, они одинаковые. Тут я не вижу ничего такого, что похоже на выход. Поэтому, блин, наверное, я не знаю, зря сюда шёл или не зря. Наверное, зря. Да, даже если эти двери открою, эти, там просто в ящиках будут какие-то ресурсы типа, которые мне не особо-то и нужны, то есть я зря сюда шёл. Вот это вот тоже ещё, пока вот набегаешься, мне надо было вниз. Ну, то есть довольно-таки долгая эта вот вся миссия. Суть в том, что нам нужно всё это пройти. Всё это пройти. Тут, по-моему, четыре миссии будет. Такого вот плана пробежался, всё открыл. Везде всё получил. Ну вот. Это награда за прохождение. Вот. Проходим уровень. И таких вот уровней у нас будет четыре, по-моему. На четвёртом мы и встретим тот самый терминал. Оно прямо там будет подписано такой большой надписью. Clockwork Terminal. Заходим и видим тот самый терминал, который нам и даёт выполнение миссии. Ну, это всё вообще не надо. Вот всё, что здесь есть. Главная цель. Скорее добраться до выхода. Ага. А ключ с той стороны? Конечно, если бы я хотел бы играть в эту игру, я бы сейчас убивал бы всех врагов. Проходил бы миссии. Блин. Его убило? О, это круто. Проходил бы миссии, забирал бы ресурсы. Да блин. Они меня заблокировали. Но суть в том, что я не хочу играть в эту игру. Мне нужно только лишь получить награду. Всё. Ну, награду какую? В виде достижения, за которую мне дадут шапку в Team Fortress. Когда-то давно, я не знаю, лет года три назад, наверное, я ставил эту игру, чтобы получить эту самую шапку. Но только сейчас, вот недавно, я дошёл до того, чтобы всё-таки на самом деле получить награду. А всё это время... Так, а как сюда попасть? Всё это время я ничего не делал. Просто она у меня стояла на компьютере. И всё на этом. А сейчас я решил, что... Наверное, всё-таки... уже пришла пора... собрать ту самую награду, ради которой я... Ёй, поставил эту игру. Правда, я сейчас убру, наверное, уже. А мне очень не хотелось бы. Ну, наверное, надо всех врагов сразить, я так понимаю. Или как? Ага. Поднимай! Ой-ё-ёй, ой-ё-ёй, из-за того, что игра тупит, я проигрываю. жестко и обидно от этих котов поубивать они мне мешают мешают вообще очень сильно очень какие-то агрессивные коты мне они не нравятся так видимо этого этого монстра надо убить я так понимаю а или затушить свечи нет вообще не понимаю так а что делать-то надо на нас еще потухла 2 так может быть на оборотах зажать надо да 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 за жизнь надо было считает уклю хотя коты меня сейчас одолеют скорей бы уйти это сражаться надо да и ой 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 беда ой 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 а вот типа света боится этот монстр все я понял покажи миссия сложная в прошлый раз когда я там выполнял где была вот эта вот птица было бы было в 10 раз легче да уж я чувствую я здесь буду целый час сидеть хотя в прошлый раз было реально легче раз так 10 так какие-то загадки решать вот это вот свечи в прошлый раз я просто сначала до конца пробежался все боже я в прошлый раз я вообще ни разу не умер интересно что я потерял при смерти вот наконец-то выход жизнь какую-то так забираем вернее идем дальше да уж это жесткая в прошлый раз нам просто пробежался сначала до конца и так все уровни разве что на третьем на четвертом чтобы открыть ворота тебе нужно победить именно всех врагов вот перед тобой закрыты ворота чтобы открыть заходишь комнату со всех сторон закрывается ворота чтобы их открыть и нужно всех победить вот а здесь ситуация намного сложнее здесь надо было свечи зажигать и об этом не знал потом еще где-то мне какая-то заминка молочитва я так жизни быстро потерял вроде бы мы на правильном пути раз мы идем по кнопкам значит а нет значит пусть неправильной так ладно а куда куда мы еще можем двинуться здесь все открыто да мы зря сюда пришли получается еще такой момент когда перепутаешь ходы скорее 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 так вот это вроде бы правильный путь все раз мы нажали на эту кнопку большую значит пути правильный нам нужно с той стороны зайти так как это сделать так а какая штука интересная да здесь загадки немножко посложнее так отсюда как попасть кнопку это нажать эй а можно меня я не заморозили а вот и кнопка спрятанная коты эти еще разки вот и все вот и конец вот сейчас к идее на четвертой миссии должен быть терминал они в принципе эти все миссии одинаковые и и и всегда одно и то же вот вот она пишет вот уже клокворд терминал вот она 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 и когда мы подходим сюда вот к этой вот штуке сразу в каком-то углу в котором у вас написано обычно в котором у вас в стиме выставлено появляется достижение и в данный момент у меня оно есть но в прошлый раз когда я сюда подошел у меня сразу она появилась и загорелась вот эта вот штука типа mission accomplished найдите свой первый клокворд терминал и мне дали как раз таки достижение и вот он наверное этот терминал открылся хотя мне он не нужен или или вообще где он его не вижу она просто пишет на стене хотя на стене ничего нету и и все мы просто подходим к этому дядечке если нам там что-то на дом у него берем это но мне ничего не надо я просто выхожу все после этого нажимаем выйти из экспедиции к вид экспедиция и вот она наш степает отчет что мы получили в награду и все загружается наша деревня потому что если мы не нажмем выйти из экспедиции нас вы бросит на следующую волну то есть после третьей волны мы можем быть попадаем к этому терминалу и забираем достижение можем выйти если мы не выйдем а нажмем дальше мы так можем очень много волн пройти очень много вот и все в общем то все а деревня это находится по клавиши ну вот получается go to the room тут у ради уйти в комната ожидания вот комната ожидания начальная а с нее мы нажимаем на гоу ту хавен уйти в хавен я не знаю что такое хавен и когда мы попадаем в хавен мы просто идем и к тем четырем компьютерам вот мы появляемся в этом хавене здесь какие-то люди есть но нам нас интересуют компьютеры подходим к одному из этих компьютеров и выполняем миссию я в полном миссии с без с белым экранчиком но я думаю можно подойти к любому экранчику каранжевому желтому или синему там везде встретиться терминал и здесь на что враги и сложность будет другая вот ну по идее на альбом наверно можно выполнить так что такие вот дела и таким образом у вас будет шапка в тем фортрессе вот я эту игру ставил давно я не помню как давно наверное лет как бы так сказать чтобы не собрать в каком году и вставил году шестнадцатом наверное счет же 19 то есть да спустя три года я только добрался до того чтобы выполнить эту миссию ну то есть тогда я поставил игру хотел получить шапку я ходил вот на вот эти вот мишонс на всякие мишонс ходил и не на аркада как раз таки нам надо аркады даже можно отсюда вот мишонс аркада и сюда пойти на этого альвана который я хотела я ходил на другое ранг или как он так называется где-то здесь еще была какая-то ранг вот я ходил в ранг и выполнял ранг и думал где же этот терминал в итоге мне надоело ходить по этим рангом и там нигде не было терминала и я вышел а сейчас оказывается я узнал что он находится в аркаде я решил забрать эту шапку спустя три года вот так что как-то так если вы ищите шапку то все довольно таки просто нажимаете миссия аркада выбираете миссию и погнали выполнять даже можно не переходить в этот хавен и все и в шапка ваша вот главное дойти до этого самого терминала на этом все всем покеду